Жильцы 17-го дома никак не могут взять в толк, почему вот уже больше недели у них не вывозят мусор. Задолженностей нет, всегда платят исправно, но почему-то мусоровоз перестал посещать их двор. Севастопольцы попытались самостоятельно выяснить, в чем дело, однако вразумительных ответов не получили. Чтобы привлечь внимание коммунальных служб, отчаявшиеся жильцы дома перекрыли дорогу баками для мусора и перестали пропускать проезжающие автомобили. Мы звонили, жаловались, 1563 по этому номеру. У нас заявку берут и никаких ничего, ничего. Мы даже не обещают ничего. Нет, говорят, сделаем. И все. Вы посмотрите, что творится, что у нас творится. Запах разлагающихся отходов распространился уже на несколько дворов. Жильцы говорят, что переполнившиеся баки привлекают грызунов, насекомых и бездомных собак. У нас полная аниситария, то есть у нас лазят крысы, у нас лазят ночью собаки, разрывают эти все мешки. У нас уже люди просто физически не помещаются в то, что в мусорку, у нас уже кидают просто так. Вот, видите? То есть просто мусоропровод уже так, пакет кинули, ничего не делается. С объяснениями мы обратились к управляющей компании, которая отвечает за обслуживание этого дома. Мастер участка по телефону объяснил нам, что в несвоевременном вывозе мусора виновата администрация частного предприятия «Славянская гавань». Они нам срывают вывоз. Мы, как положено, заполняем контейнера. У нас есть график, по графику, который они должны вывозить. Машина приезжает, для вида берет два контейнера, по Шевченко, например, пять, да, стоят, например, восемь контейнеров. Два взяла, разворачивается, машет ручки и уезжают. Сборники на пределе. Люди и так, представьте, когда все падает на пол и руками поднимается. В «Славянской гавани» подтвердили сбой в работе мусоровозов. Директор Евгений Круглов сослался на то, что некоторые машины, работающие в этом районе, вышли из строя из-за поломки. Впрочем, проблему, по словам директора, уже решили, и своевременный вывоз твердых бытовых отходов вновь будет осуществляться по графику. В прошлой неделе там получилось, что дожди, в связи с этим, там тоже проблемы были с полигоном, по заезду машин. Вот это и плюс, к сожалению, поломка машины. Ну, это техника. Техника ломается, потому что у нас одна машина вышла из строя совсем, то есть там большой дорогостоящий ремонт. То есть вот принцип только этого дела, поэтому сейчас машину установили, ставим, и в течение двух часов все наши недостатки стоят. Проблема с вывозом мусора в Севастополе обострилась. Причин масса – от возросшего количества населения до нехватки обслуживающей техники и работников. Чтобы Севастополь соответствовал званию города федерального значения, перед тем, как навести порядок на улицах и во дворах, чиновникам предстоит наладить работу соответствующих предприятий. Иван Клепачёв, Виталий Козловский, Севенформбюро.